МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот священный праздник в мечетях читается Айт-Намас. И именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить Задастархан. Самое массовое богослужение по традиции прошло в областной мечети Нургасыр, куда пришли тысячи верующих. Ранним утром в Актюбе Акимобласти Бердивек Сапарбаев принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Курбанайта. Глава региона посетил центральную областную мечеть Нургасыр. Поздравительная речь, обращенная к верующим Акимобласти, подчеркнул, что ислам – это религия единства и согласия. Курбанайта олицетворяет мир, единство, добро и милосердие, призывает совершать благие поступки, воспитывает в людях великодушие и отзывчивость. Благодаря дальновидной политике главы государства Нурсултана Назарбаева, Казахстан за годы независимости достиг значительных успехов в экономике, социальной и культурной жизни. Многочисленные нации и этносы живут в атмосфере взаимопонимания, любви и братства. В нашей стране этот праздник стал важным событием в духовной жизни всех казахстанцев. Уважаемый Актьюбин, со всей души поздравляю вас с этим священным праздником. Счастья и благополучия вам и вашим близким. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» были вручены школьные наборы детям из числа малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Всего помощь была оказана 200 детям. Я из многодетной семьи. Сегодня получил такие хорошие, а главное нужные подарки. Теперь точно готов идти в школу. Спасибо большое организаторам акции и лично Акиму области и Бердебеку Сапарбаеву. Стало традицией в первый день Курбанайта организовывать массовые гуляния. На площади мечети Нургасыр возвели семь юрт, в которых были накрыты дастарханы с угощениями. Местные предприниматели приготовили баурсаки и традиционные казахские напитки – кожье, шубат и кумыс. А для самых маленьких были подготовлены сладкие подарки. Уважаемые актюбинцы, разрешите поздравить вас со священным праздником Курбанайта. Я желаю в этот день всему нашему народу процветания, благополучия, мира и спокойствия. Информационно-консультативный центр «ЖАРЭК» с этого года проводит большую работу с женским жамагатом. В частности, наши женщины прошли кондитерские курсы. И сегодня свои результаты, своего труда они представили на нашей выставке, ярмарке, которая поддержана управлением по делам религии Актюбинской области и областной мечетью Нургасыр. До самого обеденного намаза здесь продолжились праздничные мероприятия. Настроение у прихожан мечети было праздничным. Все поздравляли друг друга со священным айтом. Поздравляю Актюбинцев и гостей города с этим знаменательным праздником мусульманского мира. Желаю благополучия, мира, счастья абсолютно всем. И, конечно же, хочу отметить, что этот праздник особенный для нас, для мусульман. Сегодня применимаются наши дуа. Поздравляю всех с Курбан Айт. Этот праздник и для взрослых, и для детей. Каждый год мы всей семьей празднуем священный айт. Сегодня здесь на площади проходят спортивные соревнования, национальные игры. Пусть в нашем государстве будет мир, а люди творят только добро. Священный для всех мусульман праздник сотни актюбинцев пришли на утренний намаз, центральную городскую мечеть. Многие верующие пришли с семьями и детьми. Немало было молодых прихожан. Вы знаете, сейчас такое мирное время, о котором наши предки, наши деды и прадеды могли только мечтать. Раньше люди не могли спокойно совершать намаз, были войны. Сейчас же мы с вами спокойно совершаем утреннюю молитву. Все это благодаря политике, которую проводит наша страна во главе с президентом. Поздравил с праздником прихожан Акимгорода Ктюбе Ильяс Испанов. Тот мир и спокойствие, который сегодня царят в нашей стране, все это заслуга нашего президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева. Перед нами стоит задача сохранить этот мир и спокойствие для наших детей и внуков. От нас с вами зависит будущее нашей страны. Во дворе мечети установили празднично украшенную юрту, где был накрыт Дастархан. Любой желающий мог принять участие в спортивных состязаниях. Были организованы турниры по гиревому спорту, перетягиванию каната и армрестлингу. Стоит отметить, что праздник жертвоприношения Курбан Айда будет отмечаться в течение трех дней, с 21 по 23 августа. В этот день многие горожане посещают мечети, молятся за здоровье родных и близких. Для большинства актюбинцев праздник является самым главным. Желаю праздник Курбан Айд всем жителям города Актубе и всей актюбинской области успехов, семейного благополучия, счастья и здоровья. Самое главное – мирного неба над головой. Поздравляю всех актюбинцев с этим светлым праздником. Хочется пожелать в этот день всего наилучшего, чтобы все поставленные цели воплотились в жизнь. Отметили праздник Курбан Айд и жители коттеджного городка в микрорайоне Нур-Актубе. Люди в текущем году стали владельцами собственных домов в рамках государственной жилищной программы Нур-Лежер. К слову, программа создает условия, стимулирующие граждан к накоплению денег на приобретение собственной крыши над головой и реализуется в трех направлениях. В коттеджном городке была установлена празднично украшенная юрта. Жители собственными силами накрыли на Стархан с традиционными блюдами. Необходимо отметить, что для многих актюбинцев Курбан Айд стал первым большим праздником с момента заселения в уютные дома. Отметим, что в текущем году в рамках программы Нур-Лежер планируется реализовать 221 квартиру и 194 коттеджа. Этот котт для меня, конечно, радостный. Я в этом году получил квартиру. Ну, что я скажу. Дома нам нравятся, хорошие, все отлично. Всем желаю такие хорошие дома. Благодаря президенту мы получили такие хорошие дома. Мы сегодня собрались на Курбан Айд, хотим отмечать, чтобы всем людям было в этом году хорошее настроение. Всем желаю счастья. Построили в этом году 194 коттеджи, 74 из них уже реализованы. Вот сегодня праздник Курбан Айд. Жители городка Нур-Сити, именно жители коттеджного городка, собрались, отмечают праздник. Коттеджи реализовываются по доступной программе. То есть, первоначальный взнос 20%, ставка по кредиту является 5%. Для участия в программе нужно быть очередником земельного участка и обязательно внести 20% от стоимости коттеджа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok